РБК с Анной Забродой Сорок, то и больше Теплая Волга В общем, я очень часто после того, как возвращаюсь из дома Зазываю к нам, туристов из других регионов Особенно видя переполненные пляжи на Черноморском побережье Я думаю, почему же мы не используем такую прекрасную возможность У нас есть Волга, Дон, где в июле-августе прекрасно, тепло Можно купаться, наслаждаться, песчаные пляжи В общем, я могу долго расписывать прелести своей малой родины Да, особенно когда в Москве уже ушла жара И уже вдруг хочется, чтобы что-то потеплее было Да, ты знаешь, Мария, вчера мне даже показалось, что уже чувствуется Чувствуется приближение осени Конечно, это осень, да Пора включать Шевчука и 3 сентября Да-да-да, совсем немножко у нас до этого остаётся Мария, ты знаешь, я отдельно хотела поприветствовать Не только наших слушателей и зрителей, но и слушателей из Пскова И я тоже Да, давайте такую перекличку устроим Псков, вы тут, как почувствуем себя сейчас на стадионе Олимпийский Пишите, пожалуйста, сообщения Мы хотим увидеть ваши руки, короче Да, и мы хотим увидеть ваши сообщения Я напоминаю, что смс и ватсап у нас плюс 7903-797-6333 Программа «Вечерний РБК» Меня зовут Анна Заброда, ещё раз представлюсь Это проект, который вместе делает телеканал РБК и радио «Серебряный дождь» Мы тут в рамках нашего часа подводим итоги дня вместе с вами, с нашими слушателями и зрителями Поэтому, пожалуйста, подключайтесь, пишите и звоните И, конечно, вместе с нашими гостями, экспертами О чём мы сегодня будем говорить, я вам сейчас по традиции расскажу Пандемия нипочём Производители стали и золота вышли в лидеры по эффективности инвестиций РБК составил второй уже рейтинг инвестиционной эффективности бизнеса Кто ещё в списке, обязательно расскажу Как удалось заработать, приумножить и вложить эти средства Обсудим и оценим привлекательность компаний из рейтинга В том числе для частных инвесторов Насколько компании надёжны, перспективны, щедры при выплате дивидендов И вторая тема у нас на сегодня – это закулисные игры Минкультуры разбираются сейчас с увольнением актёров из театра Ермоловой Под угрозой сокращения около 20 человек Они даже написали письмо президенту Вот в чём конфликт? Вспомним, как он связан с Олегом Меньшуковым Попытаемся разобраться в запутанном достаточно сценарии В том числе во время телемоста с программой «Что это значит» На РБК после 50-й минуты Я напоминаю, что вы можете на телемост дозвониться И вопрос будет следующий Очередной скандал в театральной среде Ваше внимание привлекает и побуждает вас, может быть, познакомиться с творчеством тех или иных коллективов Или же, напротив, отталкивает от искусства Обо всём этом будем говорить после 30-й минуты Телефон прямого эфира 730-101, код Москвы-495 Я его ещё не раз буду повторять В том числе для того, чтобы вы дозванивались на телемост И после телемоста давайте начинать Тема непростая для восприятия на слух Поэтому я постараюсь максимально доступно её изложить И привнести какой-то прикладной смысл для частных инвесторов О которых, как мы помним, из вчерашнего эфира В нашей стране на начало августа По данным Мосбиржи уже 13 миллионов человек РБК составил второй рейтинг инвестиционной эффективности российских компаний, которые отражают в том числе состояние экономики и бизнеса в стране И, естественно, постпандемийные темпы восстановления В общем, такой показатель интересный Большинство российских компаний сократили инвест-программы в пандемийном 2020 году Совокупные расходы, чистые расходы инвестиционного характера У большинства, естественно, сократились на 15 миллиардов долларов Или на 14, почти с половиной процентов по сравнению с 2019 Но при этом в течение года все-таки предприниматели нашли возможности Начали вновь постепенно наращивать инвестиционную активность В основном в краткосрочных вложениях И инвестиционные расходы в долларовом выражении увеличили только 28 компаний из 78 Ну, например, если так говорить предметно По отраслям резко снизились инвестиции в нефтегазовые отрасли Хотя раньше, в общем-то, максимальный объем инвестиций принадлежал как раз этой отрасли и транспортной А в лидеры в 2020 году вышли металлурги Наверное, в какой-то степени это предсказуемо Половина компаний из топ-10 именно металлургические Возглавляет рейтинг инвестиционной эффективности Северсталь И ее лидерство, как говорят специалисты, которые проводили оценку Обеспечил большой портфель инвестпроектов Например, сооружение второй по мощности доменной печи в Европе И строительство коксовой батарей Компания модернизирует оборудование В 2021 году план по инвестициям в Северсталь превышает 1,3 млрд долларов И, как сказано в пресс-релизе компании, это, конечно, не только повышение безопасности на самом производстве И увеличение объемов этого самого производства Но и улучшение экологических показателей В том числе за экологию сейчас многие внимательно взялись Учитывая особенно последние штрафы для компаний И вот официальная информация Северсталь участвует в федеральном проекте «Чистый воздух» За первые 6 месяцев 2021 года На Череповецком металлургическом комбинате Удалось сократить сбросы загрязняющих веществ в водоемы Почти на 14,5% По сравнению с первым полугодием 2020 года Тут мне хочется сделать небольшое отступление Раз уж мы начали про экологию говорить Если есть у нас слушатели из Череповца Может быть, те, кто знакомы с экологической обстановкой в городе Власти говорят, это свежая достаточная информация По-моему, за июнь или за июль Что за 10 лет индекс промышленного загрязнения в городе снизился в 5 раз И теперь город входит едва ли не в число самых чистых индустриальных городов страны Хотелось бы послушать мнение тех людей, кто там живет Напишите, пожалуйста, замечаете ли вы позитивные изменения Действительно ли эти вложения крупных компаний в оборудование, в модернизацию С точки зрения экологической безопасности видны на практике Я напоминаю, телефон, вы можете написать сообщение и в WhatsApp, где вам удобнее И на портале, в том числе и на сайте Плюс 7903-797-6333 Я вижу уже ваши сообщения Сейчас буду их, наверное, засчитывать Некоторые уже пишут по второй нашей теме Но это тогда уже после 30 минуты Хорошо, не обижайтесь, чуть позже ваше сообщение прочитаю Пока все-таки по рейтингу мы разговариваем Вернемся к нему, кстати Вот РЖД, которые занимали первое место в 2019 году Переместились на четвертую строчку рейтинга по итогам 2020 После Северстали идет полиметалл и полюс Шестое место НЛМК Восьмое место Норникель Почему так сложилось? Почему металлурги оттянули на себя большую часть этого пирога? Давайте послушаем мнение генерального директора рейтинга в агентстве НКР Которое участвовало в подготовке рейтинга РБК Кирилл Лукашук Это важный момент, который показывает два момента Первый, это достаточно хорошую конъюнктуру на большинстве рынков металла в прошлом году И второй момент, это то обстоятельство, что металлурги уделяют огромное внимание эффективности своих инвестиций Поскольку рейтинг говорит не только об абсолютном объеме расходов, но и возврате на эти инвестиции То можно с уверенностью говорить о том, что возвратность капитальных расходов С точки зрения текущей доходности бизнеса для металлургов выше, чем для практически всех других секторов российской экономики Кто помимо металлургов и золотодобытчиков попал в топ-10? Я перечислю вам Русская аквакультура, это сельское хозяйство и продукты питания Нижнекамск, нефтехим, химия, нефтехимия, фармацевтика Х5 групп, розничная торговля Ранее, может быть, кто пропустил, Х5 ритейл групп И Еврохим, тоже химия, нефтехимия и фармацевтика Лидерами же по абсолютному размеру инвестиций среди российских компаний По-прежнему остаются Газпром, Роснефть и РЖД Которые ухудшили свое положение в рейтинге, если сравнивать с предыдущим годом Но, как говорят эксперты, могут все-таки отыграть по итогам 2021 Госкомпании, опять же, согласно оценкам НКР и АСАП АСАП — это агентство социального анализа и прогнозирования, которые занимались подготовкой рейтинга Не уступают по объему капитальных затрат крупным зарубежным компаниям Я на всякий случай уточню, что такое капитальные расходы Это расходы на приобретение и обновление основных фондов предприятий Сюда и оборудование относятся, и помещения, транспортные средства В том числе расходы, связанные с нематериальными активами Приобретение лицензий, патентов В общем, скажем, в общих чертах это такие долгосрочные инвестиции Вопрос, который я хотела бы задать вам, нашим слушателям и зрителям Кто инвестициями интересуется, кто и уже начал инвестировать на практике Ориентируетесь ли вы при покупке ценных бумаг на инвестиционную эффективность компаний? Смотрите ли на рейтинг, например, который сегодня был опубликован РБК Или по каким-то другим принципам, не знаю, например, компания известная На слуху, значит, покупаю ее акции Телефон прямого эфира 730-101, код Москвы 495 СМС ватсап плюс 7903-797-6333 Вот, к слову, уже ответил наш слушатель Фармацевтик у нас в каменном веке Это из первых рук Факт Написал нам Станислав Спятигорска Ну, как читать рейтинг инвестиционной эффективности? Насколько он может быть интересен частным инвесторам? Стоит ли действительно на него обращать внимание? Спросим генерального директора Академии финансов и биржи Игорь Файнман к нашему эфиру подключается Игорь Викторович, мы вас приветствуем Здравствуйте, дорогие друзья, я на связи Игорь Викторович, вот, знаете, глядя на рейтинг, кажется, вот она готовая инвест-стратегия Бери компанию из него и, в общем, покупай акции, особенно металлургов Но я все-таки отмечу, что рейтинг этот за 2020 год А ситуация на металлургическом рынке за последние месяцы меняется достаточно стремительно Сегодняшняя новость свежая Сталь внутри России начала дешеветь После того, как в августе ввели экспортные пошлины И, возможно, есть такие прогнозы Осенью цены продолжат снижаться Насколько, на ваш взгляд, сейчас привлекательны акции металлургических компаний? Вы знаете, акции металлургических компаний в России традиционно являются дойными коровами, так называемыми То есть это компании, которые выплачивают дивиденды четыре раза в год И если мы покупаем с вами акции в долгосрок Как дивидендные аристократы, получая от них дивиденды Тогда в целом в акции металлургических компаний инвестировать можно Но если мы инвестируем с вами на краткосрочный или на среднесрочный тренд На год, на два, на три В расчете на то, что компания вырастет И мы заработаем с вами спекулятивную доходность То сейчас эти компании я бы не рекомендовал Коротко и понятно Ну, смотрите, все та же Северсталь Несмотря на ситуацию на рынке Критику вице-премьера Белоусова Компания почти в два раза увеличивает размер дивидендов По сравнению с первым кварталом 2021 года И в пять раз по сравнению со вторым кварталом 2020 Вот такая щедрость, назовем ее так, она не настораживает? Ну, вообще Россия в этом году попала в рейтинг стран Развивающихся с самой высокой дивидендной доходностью И в следующем году я, например, жду Самые высокие дивиденды за всю историю работы российской биржи То, что происходит сейчас с компанией Северсталина ЛМК, ММК и прочими дивидендными аристократами Это связано с тем, что Понятно, что дивиденд, во-первых, это способ Один из законных способов вывода денег в предприятии Во-вторых, это, безусловно, способ заинтересовать внешних инвесторов Для того, чтобы в них инвестировали свои сбережения Поэтому, в целом, мы можем с вами громко аплодировать Тому, что мы будем получать высокие дивиденды Но, с другой стороны, мы же понимаем, что этим самым Компания как бы обезжиривает себя Выводя деньги, а не реинвестируя их на развитие И в дальнейшем, как бы я не опасался того Что нам придется горько плакать Из-за той огромной дивидендной доходности Которую мы получаем в текущем и следующем году То есть гнаться за такими высокими дивидендами не стоит Я имею в виду частных инвесторов, конечно, в большей степени Частных и неопытных, вчера мы только про них говорили В долгосрочной перспективе, я думаю, что нет Да, ближайший год-два эти компании покажут хорошие дивидендные выплаты Но после этого восстанавливать свою реальную стоимость в рынке Им будет достаточно сложно Игорь Викторович, а в целом частному инвестору Стоит обращать внимание на рейтинг инвестиционной эффективности Ведь он говорит в том числе о том, что компании вкладываются В какие-то новые объекты, в новые проекты Модернизацию своего оборудования Это в противовес большим дивидендам Позитивный сигнал, наверное Вы знаете, друзья, я бы лучше опирался на старый-старый фундаментальный анализ Про который писал еще Бенджамин Грэм в начале 20 века И на самом деле эти принципы абсолютно не изменились Так называемое стоимостное инвестирование Когда мы фундаментально оцениваем компанию Потому что в текущей цифровой экономике результативность инвестпроектов Она еще ведь не гарантирована И мы это понимаем Поэтому я бы все-таки обращал бы внимание на ПНЕ Так называемый мультипликатор И в общем на фундаментальную стоимость компании Вот если интересно, я могу сказать свой рейтинг трех российских компаний Объяснить почему именно я считаю, что у них большие перспективы Игорь Викторович, а давайте, да, я у вас как раз хотела спросить На какие компании и отрасли вы посоветуете посмотреть повнимательнее Но давайте так, чтобы не было у нас никаких Ни в коем случае мы не даем индивидуальных инвестиционных рекомендаций Нет, это не инвестиционная рекомендация Если можете, вот давайте расширим не топ-3, а хотя бы топ-5 компаний Которые для вас такие наиболее привлекательные Ну давайте попробуем набрать топ-5 Я бы начал с компанией Сбербанк Объясню почему Я бы, то есть я инвестирую в компанию Сбербанк Потому что я считаю, что это единственная экосистема Которая на сегодняшний день построена в России То есть все про экосистемы говорят А Герман Оскарович ее уже почти построил Да, сложно, да, неоднозначно Но в целом экосистема уже построена И как говорила моя бабушка Помяните меня, еще Сбербанк будет гораздо дороже стоить, чем он стоит сейчас То есть первое, я бы обратил внимание на Сбер Именно на Сбербанк привилегированный Потому что Сбербанк очень хорошие платы дивидендов На второе место на сегодняшний день я бы поставил компанию «Газпром» И это именно связано с тем, что запускается «Северный поток-2» В компании «Газпром» будут хорошие прибыли А соответственно они будут платить хорошие дивиденды Здесь опять же на руку нам сыграл премьер-министр Мишустин Который подписал указ о том, что госкомпании До 50% будут сейчас направлять на выплаты дивидендов Тоже один из способов пополнения бюджета На третье место я бы, наверное, сегодня поставил компанию «Норникель» В долгосроке Объясню почему Потому что тренд на электромобили захватывает планету И в ближайшие, не знаю, 3-5-10 лет Я думаю, что практически все на эти электромобили будут переходить А кто для них будет делать батареи? Правильно, «Норникель» Соответственно перспективы у данной компании тоже очень высокие Вот по поводу четвертого, пятого места Тут уже вопрос, конечно, творческий И все зависит от того, в какие отрасли человеку более близки Куда он хочет инвестировать Хочет он инвестировать, например, в онлайн-образование Или в биотехнологии Или также верит в производство Если он верит в производство Наверное, на четвертое место я бы поставил кого-то из металлургов Опять же, на выбор «Северсталин», «ЛМК» или «ММК» А на пятое место Ну, вот опять же, тут вопрос уже творческий То есть первые три монстра я назвал И объяснил те причины, почему в них целесообразно входить в долгосрок А вторые два, я думаю, наши инвесторы смогут подобрать себе сами Для того, чтобы иметь максимально диверсифицированный портфель Игорь Викторович, я думаю, вы видели и слышали такие сообщения О возможном падении рынка в ближайшее время О чем, возможно, говорит тот факт, что инвесторы Известнейшие, самые знаменитые инвесторы Орен Баффетт и Рейдалио во втором квартале Закупились акциями защитного сектора Это те компании, которые связаны с продуктами питания И товарами повседневного спроса Что вы думаете об этом? Вы знаете, ребят, я про это, честно говоря, не думаю Потому что я привык доверять языку цифр и аналитики И я прекрасно понимаю, что любой большой рост Сменяется коррекцией Я бы не назвал ее глобальным обвалом на рынке Потому что мы можем уйти просто в боковой тренд В котором прожить 2-3 года А учитывая недооцененность российского рынка То мы можем вообще достаточно комфортно выйти Из этой глобальной мировой коррекции Которая впереди грядет Когда она наступит? Что будет являться основным триггером? Это не знает никто Ни Орен Баффетт, ни Осминопауль Который скончался несколько лет назад И успешно предсказывал футбольные матчи Будущее, к сожалению, предсказать невозможно Ибо оно соткано из форс-мажоров, которые случаются Поэтому в целом я считаю, что инвестировать надо По принципу разумных американских инвесторов Принцип это звучит так Spray and pray Распыляй и молись И тогда у вас все будет хорошо И тут тогда надо подключить, наверное, рассмотрение Каких-то зарубежных компаний Для того, чтобы диверсифицировать свой портфель Но даже если не смотреть в ту сторону Ориентироваться только на российский рынок Хотя это несколько странно Если мы говорим о том, что нужно раскладывать яйца По разным корзинам Но тем не менее Сюрпризом, как мне кажется Может оказаться по итогу тот факт Что некоторые российские компании Зарегистрированы не в России И раз уж мы сегодня говорили Про рейтинг инвестиционной эффективности Есть там такая компания, как Polymetal На втором месте А главная компания зарегистрирована На острове Джерси В связи с чем у меня вопрос Я думаю, что не все инвесторы Задумываются об этом Потому что понимают, что компания российская И не копают так далеко Хотя, возможно, я ошибаюсь Но все-таки Что нужно знать о налогообложении И как в итоге придется Отчитываться потом перед налоговой Вот здесь я бы Российским инвесторам Особенно начинающим Очень бы рекомендовал Обращать внимание на ИХИН ИХИН – это такой код Названия облигации Если по-простому И если ИХИН начинается на РУ Тогда эта российская компания Никаких сложностей с налогообложением У вас не возникнет А если там стоят USA, UK Или какие-то другие иностранные буквы То эта компания имеет Нероссийскую юрисдикцию И по ней могут возникнуть Именно налоговые сложности У каждой страны К этому свой подход И, наверное, рассказывать о налоге У нас уйдет целая передача на это отдельно Но здесь бы я хотел Прямо предостеречь российских инвесторов Потому что даже покупая Компанию X5 Retail Group Мы должны понимать Что эта компания зарегистрирована в Америке Покупая, как вы абсолютно правильно сказали Полиметалл Мы понимаем, что эта компания Тоже зарегистрирована не в России И как раз таки Ихин это показывает И для того, чтобы не иметь проблем С налоговой инспекцией И не иметь сложности С заполнением самостоятельной Налоговой декларации Желательно начинающим инвесторам Покупать Ихины Которые начинаются с буковки RU И тогда брокер Являясь вашим налоговым агентом За вас все налоги заплатят Игорь Викторович Но в любом случае Мне кажется Не уйти нам от темы Налогообложения Единственный момент Что перенесем мы ее Наверное на другую программу Потому что Учитывая то число Начинающих частных инвесторов Которое пришло За последний год полтора На московскую биржу Уверена, что среди них Найдутся те Которые купили акции Российских компаний Не подозревая о том Где они зарегистрированы Поэтому немножко Разобраться и погрузиться В этот вопрос Налогообложения и отчетности Нам так или иначе придется Но, наверное, будем делать это Ближе к Новому году Вам спасибо большое Игорь Файнман Генеральный директор Академии финансов И биржи Был в нашем эфире Игорь Викторович Перечислил топ Своих компаний Которые ему кажутся Наиболее интересными В связи с чем Я хочу еще раз повторить Что ни я Ни наши гости Эксперты В рамках нашей программы Не даем никаких Индивидуальных Инвестиционных рекомендаций Лишь почву Для ваших размышлений А уж решение Что покупать Как покупать И ответственность за него Остается В любом случае За вами А кто-то из наших слушателей Знаете Написал Такое сообщение Вчера, по-моему Даже это было Те, кто покупают Акции российских компаний В общем Люди Достаточно отчаянные Но я Сегодня вспомнила Слова Джима Роджерса Который был на Питерском форуме В этом году И сказал, что Он-то с оптимизмом Смотрит на Россию Ищет новые компании В которые можно было бы Вложиться Особенно в сферах Туризма Сельского хозяйства Товарных рынков Вот не знаю Стоит ли Прислушиваться К словам Джима Роджерса Наверное Все-таки Каждый для себя Определяет Но мне понравилась Рекомендация Игоря Викторовича Для начинающих Инвесторов Что если вы не хотите Каких-то сложностей С налогообложением То ориентируйтесь Пожалуйста На буковку Ру При покупке акций Мари Ты что-то хочешь добавить? Логично было бы Если бы Джим Роджерс Какие-то иностранные Все-таки нам Компанию порекомендовал Но нет Ты знаешь Нет Обрати внимание Мне нравится Наш слушатель Очень смешно Пишет на ютуб канале Выхожу один на IPO Я сквозь туман Кремнистый путь блестит Да IPO Это такая Такой тренд Тоже последнего года И в рамках У нас есть В инстаграме программа Это в рамках РБК Да Называется И мы очень часто Там IPO В том числе обсуждаем И российских компаний Действительно был бум Ну не все Скажем так Довольны итогами IPO Кто-то купил акции Уж не буду говорить Каких компаний Они потом Начали падать В цене Но Да IPO Действительно Причем не только Кстати на российском рынке Такой тренд Ну и на американском Это мировая история Да Да-да-да Вот Про IPO Сегодня мы конечно Говорить Уже не будем Время у нас заканчивается Потихоньку будем Переходить Ко второй теме Нашего эфира Перед новым Театральным сезоном В Москве По крайней мере Разразились скандалы Где какие Причем тут Олег Меньшиков И театр Ермолова И в общем В чем конфликт Обо всем этом После 33 минуты Будем говорить Я видела Ваши сообщения По этой теме Их обязательно Прочитаю Кто хочет Дозвониться Телефон прямого эфира 730-101 Код Москвы 495 Никуда не уходите Мы скоро продолжим Субтитры создавал DimaTorzok